всех еще раз приветствую мы хотим сегодня обсудить книжку брендера про технологии сопротивления вот и я хотел может быть сразу вот спросить еще как мы поступим будем ли мы ее как-то подробно пересказывать нет смысла может быть начнем сразу же с реакции с каких-то моментов которые тронули ну и вообще может быть обсудить фигуру александра и барбар шуртс да они вдвоем соавторы не только брендера но и барбара шуртс вот и но как-то в целом поговорить да вот про то насколько этот текст актуален потому что он местами очень поэтичный местами кажется может быть как будто бы совсем не уместный в сегодняшних реалиях вот не знаю много много реакций но он по крайней мере во мне вызвал вызвал некоторые размышления и чувственные чувственные реакции опять же ну кто не знаю первым хотел бы поделиться мнением комментариями вопросами да кстати удалось ли почитать вообще в целом плюс-минус я тоже прочитал и так ну ладно удалось про чего и что думаете как вам как вам текст какие впечатления ну чтобы паза не затягивалась я тогда свои впечатления скажу мне я с удовольствием почитал на в общем то мне увлекся текстом он написан довольно приятно с такими перерывами и сменами ритма вот ну и по содержанию в общем то я нашел для себя какие-то интересные вещи вот но наверное главный вопрос который у меня остался который они как-то так немножко обошли стороной они являются ли вот эти вот технологии сопротивления сами проявлениями власти и что может считаться конечным продуктом сопротивления то есть вот не совсем понятно как бы если это просто сопротивление как как акт как сопротивление то тогда скорее всего они об этом там пишут подобные практики только усиливать власти ну или тех кто в общем неважно да так будет усиливает власть вот если есть какие то какое-то понимание того для чего как бы нужно ну то есть что стоит за этим сопротивлением да то есть какое-то какое-то другая модель мира вот то тогда видимо должна как-то к этому сводиться набор тактик там или не знаю то есть это не совсем как бы тогда то есть сопротивление является частью только этого процесса в одессе не 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 вполне как бы это понятно меня такое впечатление что все-таки это модель как бы такая процессная то есть сопротивление просто потому что есть кто-то кто обладает властью и это и этого кто-то надо все время как-то дергать за разные места чтобы показать что его власть уязвимо в конечном счете вот но понятно как бы эти сразу становятся видны и плюс-минус закрывается вот ну это такое общее впечатление но есть какие-то детали которые мне понравились здесь ну вот прям буквально бегло вот про буквализм мне кажется интересные рассуждения про быть художником и про непрозрачность вот я для себя как бы три таких может быть сразу сразу тогда расшифровать хоть мы да не будем пересказывать подробно но чтобы какую-то дать общую канву если в двух словах что это за его интерпретации за технологии ну да давайте хорошо тогда вот технология быть художником он он формулирует собственно что в его ну они правильно да формулирует что значит быть художником и это он пишет захват вторжения активный то есть это все время активная позиция на поле ну даже наверное не только культуры шире да то есть вот на поле как бы где появляется власть художник как бы появляется с голой саблей и начинает значит вот создавать вот эти конфликтные ситуации выводя как бы на поверхность все такие как сказать скрытые ложные какие-то мотивации власти вот поэтому искусство всегда активно искусство всегда провокативно искусство всегда вот как он пишет искусство войны да искусство есть искусство войны искусство сопротивления вот и и собственно вот эти конфликты да конфликт и он сводит ну как бы он их потом говорит о том что да важен диалог но вот здесь мне тоже это не очень понятно то что конфликт и диалог ну то есть это недостаточно артикулировано вот в тексте как работает диалог, где он появляется. Ну да, я тоже согласен с тем, что конфликт должен... То есть его, как сказать, позитивный выхлоп – это диалог, но вот здесь не видно в тексте, что вообще кто-то стремится к диалогу. Скорее, это все-таки монологичные такие высказывания. То есть есть сопротивляющаяся власть, и не видно попыток какого-то диалога. По непрозрачности это отсылка к Фукоу. Он, собственно, с этого начинает, о том, что мы формируемся дискурсами, ну в смысле у человека. И вот задача как бы этих дискурсов – избегать этих дискурсов. И поэтому непрозрачность является как раз таким средством избегания навязанных дискурсов. И здесь же он как бы делает тождество между непрозрачности и автономностью субъекта. Вот это мне как бы... Ну лично мне это как бы важно сейчас в каких-то моих размышлениях – понимание автономности субъекта. И мне показалось это интересным связать это с непрозрачностью. Ну и, собственно, буквализм – это, наверное, самая такая большая тема. И здесь он довольно подробно указывает, цитирует на русскую литературу. И говорит о том, каким образом через тексты, каким образом тексты становятся, материализуются, каким образом условные идеи, сформулированные в тексте, становятся реальностью. И здесь это, ну, прям вот огромный пласт как бы того, что можно здесь вспомнить и порассуждать. Собственно, действительно, в русской культуре там XIX век весь там насыщен этими примерами. И он тут вспоминает Чернышевского, собственно, от Чернышевского идет вот этот вот посыл к искусству как в форме такого активизма, да, как «прекрасная жизнь», да, вот такая формулировка была у Чернышевского. И, собственно, действительно, герои его там являлись прототипами, под которых подверстывались как бы судьбы, характеры. Таким образом, как в пластику культуре, это очень наглядно, да, образом, так сказать, формулировку, да, вот как она материализуется и переходит в практическую плоскость. Вот. Ну, это просто, чтобы не уходить совсем далеко с этой темой. Вот здесь можно очень много чего рассказать по этому поводу. Хорошо, спасибо. Иван, по-моему, хотел, если не ошибаюсь. Да нет, я еще в начале выступления хотел просто, да, отреагировать. Там, мне кажется, что они в тексте, собственно, признают некоторую, ну, игровую такую природу вот этих вот как бы своих техник сопротивления. И, ну, там некоторые последние пункты посвящены тому, что давайте посмеемся, собственно, вот над всеми нашими ухищрениями. Я не помню, это уже какой-то, по-моему, 40-49 или 48-й пункт. То есть, ну, с некоторой, ну, некоторая доля самоиронии во всем этом присутствует. Вот. Но это вот к первой части от того, что сказал предыдущий выступающий. Так, не знаю, Аня, хотите что-то, или хочет что-то добавить по впечатлениям, вопросам? Да, мне текст показался самым любопытным, конечно, в начале, потому что, ну, интересные такие объяснения вообще, что такое власть, что она не сверху вниз исходит, а что она присутствует просто везде, она вездосущая, в каждом аппарате, в каждом институте, в семье, в парах везде. И сопротивление, оно имманентно власти, и оно всегда присутствует вместе, как бы это такая дуальность, такая дуальная пара, и власть, и сопротивление. Да, и поэтому, конечно же, да, ну, все из-за способа сопротивления, они и бессмысленны, как бы тоже получаются, потому что, ну, есть власть, есть сопротивление, есть сопротивление, есть власть. Вот, но все равно интересная мысль про то, что можно сопротивляться в каких-то даже мелких жестах, просто быть непонятным, просто быть недоступным, наверное, и неподходящим, как какие-то модели, и это уже сопротивление. Ну, и вообще, да, конечно, то, что текст такой иронический, это добавляет какой-то легкости, оптимизма этого всему, и, ну, я думаю, что это очень актуально, на самом деле. Актуально, особенно в том моменте, когда ты не можешь поучаствовать в каких-то реальных протестах, сделать какие-то значимые действия, да, создать историю, грубо говоря, а ты можешь просто вот в каких-то мелких своих поступках просто сопротивляться, просто не подходить кому-то или чему-либо, ну, таким образом рефлексировать. Хорошо, спасибо. Еще кто-то хочет добавить. Юль, видимо, ты так, да, не знаю. Да, я могу добавить, потому что у меня сложное отношение и в темах, и в темах, и в текстах. Я люблю художественные работы. Не все, но, в смысле, не визуальное искусство, в широком смысле, а вот именно поэзию и прозу. Там интересные ходы, там интересный язык, слог. То есть с этим можно взаимодействовать для меня. Вот такие вот вещи, как тяжелое сопротивление, очень сложны для восприятия у меня, потому что я не совсем могу ловить интонацию. Потому что вроде как, я такая уплассна, тут есть вот эти сопротивления хисикать, есть какие-то иронические, есть абсурдистские моменты. Он обращается к абсурдизму много, к всему вот этой такой иронической, может быть, деконструкции, к полуиронической. А потом я думаю, а не кокетство ли это? А как бы, может быть, это специально сделано, чтобы мы сейчас, чтобы снять обвинение превентивно в папусе. А на самом деле это еще одна грань, геродация вот этого папуса. Мне очень сложно ловить интонацию Бреннера. Я не совсем знаю, ну, не могу вот эту интонацию выловить. И поэтому я плохо различаю, где как бы полностью серьезно, где в меньшей степени, где в большей степени. И это затрудняет тему чтения. Прям будто бы есть какая-то низкоммуникация на аффективном уровне. То есть будто бы аффективный уровень здесь сбоит, и я не могу настроиться на волну автора и как бы понять его парадигму, исходя из этого. Это ставит в ступор, это постоянно заставляет на протяжении всего текста менять отношение к написанию. И не просто из серии я уловила определенные дискурсы, и теперь с ним могу соглашаться, не соглашаться. А что сам дискурс и сама авторская интонация для меня видоизменяется постоянно. Там нет какой-то константы, там нет вот того, с чем можно соглашаться или не соглашаться постоянно. Я не могу авторскую позицию на 100% ловить и понять. Она какая-то, знаете, неверсающая для меня, сложная, реально сложное чтение было. Так, что еще? У меня первая реакция, вероятно, какая-то защитная, была язвительный комментарий. Я не знаю, это так, всех говорят или нет, но если ты задаешь вопрос, а вот что делать, что делать, можно снимать штаны и бегать, иронически. Снимать штаны и бегать. Когда ты за кого-то достался вопросом, что делать сейчас, мне так мало отвечало. Снимать штаны и бегать. Вот это книга Бренера. Снимать штаны и бегать на вопрос, что делать со светом. Это, наверное, первая реакция, первая ассоциация, которая у меня вышла с этим текстом. Из того, что понравилось, мне понравились его исторические экскурсы, вот эти исторические отступления, где он Джорджич вспоминает, на Луизе, и в целом так пробегается по истории 20 века, связанного с тем, что он называет сроком сопротивления. Это интересно. Мне интересно, как он выбирал их, потому что любой акт отбора исторического историка из исторического материала – это тоже как бы жест определенный практически художественный, потому что из огромного массива мы выбираем именно эти, а не другие прецеденты. Это всегда интересно смотреть, как они друг к другу корреспондируют на этой контексте этого всего. Это прикольно. Потом мне действительно понравилось вступление, где отмечалось про множество отношений, внутри которых вспыхивают вот эти власть, отношения с властью. Это адекватно, как по мне, близко к тому, как мне кажется, это и есть на самом деле, без статичных и закрепленных сверху вот этих ролей угнетателей, угнетационного жертвы и так далее. А более сложные, комплексные, вечно меняющиеся и нестатичные отношения. Вот это замечание мне понравилось. Но вот говорю, что все у меня спотыкается из-за того, что я не могу уловить авторскую интонацию, понять степень его серьезности, степень его поэтилизации, степень самометологизации, метафорики, автометафорики и того, чем вообще является этот текст. Реально руководство практического действия, метафора художественной акции. Сам текст является как бы документом художественной акции. Вот это все, конечно, очень сложно. И, наверное, это самое интересное, что почему текст ставит ступор для меня. Да, вот для меня это тоже самое интересное в этом тексте. И я думаю, что это как раз соответствует его технике непрозрачности, которую он написывает. Ну, когда ты вот неологим, когда ты непонятный писатель или художник, или там ты революционер, или ты все это в шутках говоришь. Ну, не знаю. Мне тоже кажется, что это наоборот изименка этого текста. Да, мне вот к тому, что сказала Юля и Аня, мне кажется, что это такая технология у него. То есть постоянная смена интонации, смена языка даже в какой-то степени. Это, ну, сознательная техника. То есть можно сказать, что это еще одна технология сопротивления для него. Там другое дело, что, может быть, это не работает, потому что я, как и Юля, тоже почувствовал некоторую в этом натянутость и некоторое, как сказать, ну, дурновкусие даже местами может быть. Но мне кажется, он воспринимал именно вот такое построение текста именно как ту же технологию, да? То есть как определенный метод, что ли. Вот так мне показалось. Да. Согласен. Ну, вот мне, если делиться впечатлениями, мне как раз кажется, я посмотрел еще контекстуально, это чуть ли не первая публикация с Барбарой. Это 99-й год. Ну, то есть фактически это, наверное, закат первой волны московского акционизма и переход их в какой-то новых художников, переход в какое-то новое качество. И для Бреннера я не специалист по биографии, не уверен, что она в каком-то более-менее адекватном виде написана. Но я так думаю, что это вот момент, когда он уже уехал из России и вместе с Барбарой начал ездить по миру. Да, ну, собственно, он тоже описывает вот их поездку неудачную в Мексику, как одну из форм сопротивления. Вот. Но это я к тому, что в этом как будто бы есть какой-то, с одной стороны, подводящий итоги пафос, а с другой стороны, мне кажется, что если смотреть в контексте, то, ну, наверное, он довольно когерентен и последовательен в своем жесте такого сопротивления понятого, включая как раз вот постструктуралистских течений, которые предполагают, как Антон вначале сказал, что и Аня тоже упомянула, что властные отношения могут быть в том числе на микроуровне и сопротивляться им можно в том числе на этом микроуровне. Вот. Выжимать дулю в кармане. Ну да. И... Ну, все что угодно, да. Пованивать ходить, не знаю, поквакать. Ну, плеваться предлагают. Да, ну... Да. Но... Да. Но и понятно, что в таком, наверное, изводе вот эта критическая, политическая работа, она не предполагает фиксацию вот в четкой фигуре. Ну, или эта четкая фигура, она всегда должна все равно ускользать, да. То есть, это все равно вот некоторый такой самовычеркивающий, саморефлексивный жест. И в этом смысле Бреннер как раз ну, довольно сложную фигуру себя начинает представлять, потому что это, конечно, далеко от, как мне кажется, таких топорных интерпретаций активистского толка. Ну, опять же, при всей любви к активизму, к активизму, да, Бреннер, конечно, гораздо более амбивалентен, сложен. И эта сложность как будто бы не является проблемой. Хотя, наверное, для больших политических течений это было бы проблемой. Вот. Но в случае с Бреннером это как будто бы, да, последовательная такая вот самодеконструкция, да, какая-то гигиена критической, самокритичности, которая необходима, когда ты ставишь столь амбициозные цели. То есть, наверное, если бы он был, условно, членом той или иной партии, другие методы должен был применять. Вот. Но по сути... Арсений, извини, а он ставит амбициозные цели? Ну, более чем. Ну, мне кажется, это довольно утопическая цель бороться постоянно, бесконечно с властью во всех ее проявлениях. Нет? Мне кажется, это как бы у него просто образ жизни такой. Не то, что он какую-то цель ставит, ну, вот в интервью он говорит, что, ну, типа, живу как придется, делаю, что придется. Это просто его образ мышления, что ли? Ну, с одной стороны, да, но большая часть, ну, даже упоминаемых в тексте людей, вот если их спросить, какая ваша цель, но особенно если мы берем спектр более таких маргинальных людей, но Антонина Артой, если спросить, в чем твоя цель, чтобы он сказал. Наверное, как живу, как придется, дальше там посмотрим. то есть, это такой, ну, это, потом опять же, если мы смотрим, вот мы начали с того, что пока ждали, обсуждали, траектории разных фигур, ну, в частности, да, Пушкина, который начинает вроде бы со всеми оговорками, все-таки, да, как критический поэт, местами радикальный поэт, ну, и в дальнейшем, да, имеет сложные отношения с властью, но они все-таки так или иначе нормализуются. Ну, и опять же, и даже, если коллег по цепу брать, то Анатолий Асмановский, даже при том, что он сейчас, да, вот такой супернеудобный для всех человек, и человек, да, который, из которого, да, власть делает, хотя он, опять же, сам себя слепил, да, в качестве патриарха, человек, который сформировал все проблемы в поле искусства, но он выбрал другой путь, то есть, понятно, что, когда он начал делать, занял такую позицию а-ля Гринберг, да, внутри российского контекста, что было, в том числе, кстати, могло интерпретироваться как критическая фига в кармане и подрыв, собственно, вот устоявшего все консенсуса по поводу того, как себя должен вести критический радикал внутри искусства, он говорит, а вот так вот, да, это был, ну, в моменте, да, жест, провокативный, но впоследствии, конечно, ведет к институциализации, да, и какому-то вписыванию, а вот, ну, Бреннер другой путь выбрал, и его образ жизни не то, что сразу, наверное, сложился, все-таки, это довольно сложно детерминированное положение, позиция. А вы считаете, что в этом нету, тоже, да, можно еще отдельные моменты, да, в тексте обсуждать и возвращаться к ним, потому что, ну, опять же, если бегло как-то мою оценку давать, я в целом большой фанат того, что Бреннер пишет, хотя тексты местами неровные, и, возможно, в этом тоже есть местами некоторая неровность, и, вот, коллеги, да, Иван говорит о том, что местами это как будто бы похоже на пошлость, ну, вот, не знаю, то есть, я не уверен насчет пошлости, ну, да, но видно, что как-то иногда это задевает, или там Горбунов, например, пишет, что это невыносимо, что это, ну, видимо, я так понимаю, что это вот какая-то пафосность, да, такая вот, не знаю, что это какой-то режим языка агитки, но это все-таки очень поэтическая агитка, сделана так, что, если бы все агитки были написаны, как пишет Брэнер, наверное, в другом мире жили бы, вот, и, да, но иногда происходит некоторое съезжание, вот, например, «Житие убиенных художников», либо такой автобиографии, там есть главы просто блистательные, они как-то находятся в начале, да, или где-то вот там к серединке, а дальше под конец уже все немножко съезжает, съезжает, съезжает и доезжает, вот тоже мы обсуждали вчера, до рассказа про Майка Кейли, какой он был прекрасный, как они вместе сходили выпить кофе в бар, и он его оценил, что и Кейли его оценил, и он Кейли оценил, но такое немножко, как будто бы, да, странный, странный какой-то акт в заключении от человека, который подверг деконструкции, да, уничтожил вообще всех коллег, вот, по цеху, и тут вдруг, ну, Кейли при этом прекрасный художник, тоже, не знаю, панк, и человек сложной судьбы, отчасти, ну, почему как-то все заканчивается, Кейли, как каким-то венцом творения, совершенно неясно, вот, и вот здесь тоже такое немножко есть, то есть, как будто бы иногда есть вот взрывное фонтанирование, оригинальные, да, оригинальные ходы, да, какие-то сшивки, такие сшивания, да, каких-то элементов, то есть, ты читаешь это просто вот как поэтическую книгу, и, собственно, динамичную, очень ритмичную в плане чередования серьезных, да, исторических экскурсов, но, опять же, я тоже отмечаю Джорджевича, он о нем писал и в «Житии убиенных художников», они виделись в Нью-Йорке, и это тоже очень странно, при том, что вот Джорджевич совершенно противоположный тип, но при этом он как-то вот, Бреннер в нем распознал, собственно, родственную душу, но вот с какого-то совершенно другого, другого полиса, потому что Бреннер такой вот последовательный, истерик, радикал, на очень, как бы, импозантном своем поведении, и Джорджевич, ну, тоже по-своему импозантный, но застегнутый, скорее, на все пуговицы человек, да, который в тот момент, собственно, из-за войны в Югославии оказался в США и в Нью-Йорке сделал реконструкцию Салона Гертруда Стайн, как некоторую, вот, деконструкцию основания модернистского канона и канона современного искусства, то есть, такой жест, как бы, тоже предельно нигилистический в отношении искусства, но с другой стороны, вот, то есть, ну, или там Фуко написывает, да, или Гордон Мотокларка, то есть, какие-то вот такие заходы, которые чередуются из серии, вот, давайте там квакать, и это классно, это вот вбиваться. Да, это кажется, что это вообще круто, ну, и самокритично, да, вот, ну, то есть, можно каким-то нюансом книги возвращаться, но с другой стороны, вот, интересно было бы, может быть, в целом поговорить, насколько кажется, это, это позиция релевантная, актуальная, что из нее можно делать, что нельзя, и действительно, вот, к вопросу о том, насколько эти стратегии, технологии, да, сопротивления могут кого-то возбуждать. Я понимаю, что у нас, видимо, главные активистки, настроенные люди сегодня не дошли, но все же, да, вот, может быть, есть у кого-то... А кто у нас главный активист и настроенный, Женя? Женя, Женя, конечно, да, Женя главный у нас активист. Нет, ну, условно, я тоже человек с активистским прошлым и брендера, мною воспринимался на тот момент скорее критически. Я был партийно ориентированный человек, то есть я более системный, вот, и в этом смысле брендер мне казался как раз таким мелкобуржуазным бунтарем, вот, вот, но сейчас много изменилось и я, вот, моя траектория отношения к брендеру тоже такая любопытная, то есть вот от скорее такого признания, что, да, есть вот наследники акционизма странные, часть из них институциализировалась, и я делал проект про разумный эгоизм, про поколение этих акционистов, Осмоловского Авдея Тарганяна Бренера на примере галереи Реджина и их прошлых заслуг и Кулика, да, вот, в Абрамате не был, но вот там ограниченный круг был, по-моему, даже не знаю, может быть, Бренер как-то у меня вывалился за скобки, вот, может быть, он меньше был включенным в Реджиновскую повестку, но как бы то ни было, да, вот сейчас я еще посмотрел его видео, но это мощно, то есть, это все производит на меня, например, довольно сильное впечатление, и это требует определенных оговорок, возможно, местами довольно серьезных, как вот, опять же, Антон цитировал, да, по-моему, про бакуализм, про то, что искусство – это война, но такой вот футуристический лозунок, но очевидно, что вот из нынешней ситуации, да и не из нынешней, такие лозунги воспринимаются очень тяжело. Понятно, что, я думаю, условно, речь идет о классовой войне, о войне с тем, что само нас хочет уничтожить. Арсений, извините, он буквально говорит, что это война всех, формулировку приводит, что в их понимании борьба – это борьба всех против всех. То есть, это вот, ну, учитывая, что как описывается власть, да, как некое тотальное проникновение во все, так сказать, поры, ну, соответственно, и сопротивление тоже такое же тотальное. Получается, что борьба, вот, она видится как борьба всех против всех. Ну, любопытно, кстати, что при этом… У Бренера, да, у Бренера с Барбарой вы имеете в виду, Антон? Да-да-да, у них, да, он прямо, это прям, практически прямая цитата его. Да-да, так и есть. Ну, интересно, что в исторических экскурсах, где он, ну, вот там есть вставка про постструктурализм, я не помню, как она называется, условно, про Доридая всех остальных, про деконструкцию, вот, он приводит анекдот, который, значит, указывает на место деконструкции, как на место довольно… А татаро-монгольские это имеешь в виду? Ну, да-да-да, где про крестьянина, и… Прошу. Да, вот, ну, то есть, ему все это кажется какой-то вот такой академической, буквоедской практикой, но, в принципе, его жест, он сопротивление на каждом участке, да, нашей реальности, нашей вселенной, он абсолютно выходит из постструктуралистских студий. Вот, ну, и он сам, он филолог вообще с двумя высшими образованиями практически, филологическими. Кто, кто? Реннер. Да, ладно? Да, я сейчас посмотрел и уточнил. Он про Столбе больше? Да нет, конечно, он из Казахстана вообще, то есть, я посмотрел его… А, я же вспомнила, Кулаков, правильно, все, он там два филологических образования? Он получил, он в институте именно Абая учился на филологии, потом, по-моему, в Ленинградском университете три года учился тоже на филологии. Но там видно по текстам, да, и по интервью, что человек, который внутри литературного канона ориентируется довольно уверенно. Вот. Так что, да, он… Да, ну, понятно, что впоследствии это режим такой вот самоучки, да, по мере интеграции вот этих текстов, наверное, и публикации в каком-то актуальном контексте, я имею в виду постструктуалистских, но все же… Вот, ну, короче, я вот к тому, что, как кому кажется, текст написан, понятно, что 15 лет назад и много чего уже произошло с тех пор, но все же представляем себе эту траекторию, насколько кажется, что эта позиция продолжает быть важной, привлекательной, на ваш взгляд. Может быть, позиция уступна брендера в целом, и не знаю, насколько можно здесь к нему Барбару добавлять, да, вот, ну, я так понимаю, что часть, по крайней мере, мероприятия, они делают совместно, вот, но книгу пишут тоже совместно, да, как я уже сказал, что это первая их совместная публикация, но в целом, да, насколько вот кажется это работающей стратегией для искусства, может быть, для сопротивления. А что является стратегией? Стратегия в данном случае является его действительно тотальной склонной к сопротивлению. Ну, в целом, позиция брендера. Нет, нет, мне кажется, вот я, да, вот я соглашусь с Олесей, что это как бы образ жизни, то есть это выбор его как художника формой, в которой он, ну, реализует себя, скажем так, да, вот он как бы реализуется как художник в сфере вот этого тотального сопротивления к всему. И вот он последовательно, как бы, мне кажется, всю свою жизнь, собственно, это и реализует. и это, мне кажется, не, как сказать, ну, то есть это не надо путать с какими-то идеологическими вопросами, то есть у него действительно нет никакой идеологии, нет никакой цели. Цель вот является сопротивление и именно как бы сделать сопротивление вот художественным жестом. И я еще подумал, когда вот это все читал, ну, как бы, не может ли это быть похоже на то, что делали в 60-е материальным искусством типа Ильюси Леппорт значит, на, как сказать, описание скульптур, да, но не описание скульптуры. это так далее. можно вспомнить многих, кто делал вот какие-то похожие ходы, как бы, описание, но как бы создать контекст ну, вот всех разных форм сопротивления, как, ну, не знаю, потенциальный к использованию, но все вместе является неким художественным произведением, да, вот как бы обобщение вот таким образом является в конечном антон периодически пропадает все и сложно было понять связь. Ну, нет, у меня не квакает ничего, где-то что-то квакает, вот, и у меня может только связь быть плохой. Связь плохая периодически, да, но это сопротивление, наверное, если квакает. Да, точно, точно. Ну, не знаю, есть ли смысл все повторять. Нет, вот с кем сравнение... Потому что я тоже ничего не слышала, отключилась, переключилась, что это сопротивление как что? Просто какой-то фон идет, смотрите, идет фон какой-то, это не у меня, какой-то фон... Нет, но фон иногда идет у Юли, но иногда у вас просто красненьким становится связь, да, и начинает все... Да, да, я сравнил просто это, или подумал о том, что это можно сравнить с работами, которые делались там в конце 60-х, с нематериальным искусством, вот то, что делала Люси Липпорт по, по-моему, в Сиэтле, да, она первая там делала выставку, которая сводила просто описание художественных работ, не столько с художественной работой, и Лорон Свиннер, который делал, скажем, описание скульптур, мы не сами скульптуры, да, то есть это были... Продуктом являлась некая как бы вот эта писательная, писательная часть произведения, да, и здесь тоже мы видим как бы некий набор как бы описаний, такой вот инструкции к действию, да, но продуктами является собственно вот их обобщение как таковое. Да, А как это связано с Брэнером, то есть вот я не очень понимаю... То есть это не как сказать, не с этой книгой, которую мы сейчас обсуждаем, это, мне кажется, напрямую связано, то есть это есть компиляция неких техник... А, в смысле книга сама. Да, да, неких техник, которые предложены просто в писательном виде. Да, какие-то из них, они там в них участвовали, реализовывали, но как бы большинство из них это просто такой вот свод неких тактик активистских, да, которые можно использовать. И вот еще раз, мне как бы показалось, что это в чем-то может быть схоже с тем, что делали в конце 60-х люди, опять же, не предлагая физические объекты, а их описание. Так, кто-то хочет отреагировать по фигуре Брэннера или еще по книге или по интерпретации через концептальную скультуру? Я сартикулировала наконец свою проблему, мне очень тяжело было это понять, как политическую именно акцию, в чем даже художественную, потому что здесь сразу возникает вопрос о том, что называется ответка, потому что подобное перетекание постоянно позиционное, позиционирование, постоянное пересобирание себя как субъекта речи и в глазах читателя, это хороший деконструирующий ход, в целом он хороший в искусстве, но когда это все переходит в область политики, в область действия, оно предполагает при этом еще наличие какой-то жесткой ответственности за свои слова, за свои действия и за свои позиции в том числе, а вот Брэннер будет постоянно скользать от них, да, можно говорить, что это часть его сопротивления, но у меня тогда этическая проблема возникает именно про, может быть, я просто тоже партийный человек, я не знаю, может, я как-то и Арсений, если уж сопротивление о какой-то структуре какой-то логики, потому что эта логика сразу уже дает, если не гарантии, то ответственность, категорию ответственности перед своими слушателями, перед своей доктриной, если она есть, перед своими, скажем, последователями, если такие найдутся, а Брэннер, будто бы постоянно в этой осцилляции между чистой метафорикой и призывами к действию, может уходить, в общем, от этой ответственности, это всегда у него есть, это вот как колобок в этом интернете скользает, вот Брэннер тоже такой, на самом деле, что, кстати, парадоксально, потому что с точки зрения настроения... А мы-то выяснили, что Паша Попперштейн был вторым после Майка Кирилл художником, с которым он хотел обниматься, целоваться и все такое. Да, точно, точно, вот может быть поэтому, кстати, и я говорю, я очень люблю художников, которые не такие не плакатные, не, скажем, не призывающие, а более эстетские, высокохудожественные, скажем, чуть-чуть скользающие от прямой интерпретации, а предполагающие многокомплексные размышления, но мои-то художники, кого я там, они все на территории искусства находятся, и тогда это, в принципе, окей, тогда критика становится, ну, тогда вот эта категория ответственности, она важна, но не жизненно, скажем, необходимая, и вот именно в политике вот тут уже будто бы заигрывание такое может чревато быть какими-то, ну, короче, вот какой-то безалаберностью, которая, мне кажется, не то чтобы не осуществляет таких вопросов. а я его вообще воспринимаю не как художника, а как просто большую детскую травму, я вот только об этом могу думать, когда я читаю интервью с ним или вот эти его тексты, то есть вот я против всего, все плохо, и я думаю, а что к этому привело, и вот мне его уже само высказывание, ну, как говорит Юля, не на территории детской травмы. Нет, ну, это психологизирующий какой-то режим. Ну, я вот только не могу Я отключил тебя, потому что шум идет, тогда если после реплики выключай, ага. Как бы не вижу произведения или жеста художественного, вот я вот этого не вижу. Я вижу боль, и все. Но тут это некорректно, это такое немножко такое приватным ключем мы можем сказать, ну, это там у него травма, да, но с точки зрения искусства это некорректно, потому что это очень психологизирующий, ну, травмы и травмы, ну, и что, ну, как бы у всех травмы. У всех травмы, кстати. У всех травмы, но они что-то, ну, делают, а он как бы и не делает ничего. Сопротивляется. Монетизировать, да, или сделать из нее, да, высказывание. А можно просто свою травму предъявлять не как искусство, а как просто именно ну, как бы столкновение, вот я с ним разговариваю, а он мне говорит, там, ты дура, ты дура, ты дура, и чё, вот и всё, то есть. Ну, как по мне, это тоже является искусством, это просто такой вид высказывания, более прямой, может быть, пранскурсивный. Но мне кажется, он сам это не видит как искусство, он сам это видит. Мне кажется, он делает как раз именно это, Олеся, мне кажется, он очень хорошо это понимает, и вот как раз моя-то точка зрения, что он именно так и монетизирует, то есть он выбрал именно форму, неважно, откуда она идет, из детства там, или от каких-то других травм, но он как бы явно как бы ее использует для того, чтобы вот, ну, собственно, это и есть его художественный жест, то есть вот он как художник будет запомнен, там, мы его запомним как вот человек, который сопротивлялся всему и вся, вот, и создавал как бы... Сопротивляется, но это как бы... Создавал поэтому... Ну, он все-таки делает достаточно, мне кажется, в этом смысле симпатичные работы, ну, как симпатичные, ну, то есть это не какое-то банальное, да, сопротивление, это все-таки какие-то, ну, такие осмышленные ходы, которые там позволяют его все-таки к искусству соотносить с искусством. Я согласна. Вот, просто сам метод, как бы, вот он выбрал такой художественный метод, и он с ним работает. Может быть, в этом всего есть история, у этого всего есть определенная эстетика, у него есть как бы не потомки, предшественники, он сам выстраивает свою, скажем, художественную, ну, не биографию, а генеалогию, связанную с авангардом, с радикальными акциями первой половины высокого века. Это имеет место быть, и как раз он же пишет много про то, что нельзя искусство, политику распределять на две дефицитические, на две категории, на бинарную оппозицию и прочее, что как бы искусство без политики быть не может, политика без искусства быть не может, что все это, скажем, не какие-то целостные, чистые два, две сферы такие, а бесконечно переходящие друг в друга способы коммуницирования с миром. И это, с этим можно спорить, но это позиция. Вот это как раз у него просвеживается вести, это он не меняет, и это как раз тот запоузел, тот, та строка в его манифестах, с которой можно соглашаться, не соглашаться. И это довольно четко у него, поэтому с тем, как это относится к искусству, у меня как раз проблем вообще нет, это понятно, как соответствует. А вот как именно это живет на территории политики, не является ли это спекуляцией, не является ли это подлогом, уходом от ответственности, при этом с желанием поиграть в революционера, вот это уже такой этический вопрос. Я прошу прощения, Аня хотела, Аня. Да, я просто, ну, до того, как Юля говорила, когда обсуждалась про то, что у него травма, мне просто кажется, что, как бы, тут важно не то, как он с этой своей травмой работает, ну, как бы, художественный, или это эстетический жест, или нет, или это более такая прямая рефлексия. Вот, насколько важно то, что, как бы, этими своими высказываниями он попадает под какое-то общее настроение многих людей, это значит, что, на самом деле, схожие травмы есть у очень-очень многих, и, ну, мне кажется, что здесь важно именно это, что вот есть такой человек, который высказывает какую-то общую боль, какую-то общую позицию, и это всегда ценно, вот, и, ну, как бы, именно это, в моём понимании, и есть вот его искусство, быть просто вот таким открытым, выражать какую-то общую боль. Насколько вы можно считать политическим вот к тезису, который Юля озвучила, что у меня он, например, не ассоциируется как раз с искусством, да, а с политическим скорее нет, потому что он, ну, как-то он заходит на эту площадку, но, опять же, скорее в таких художественных целях, чем непосредственно в политических. художественных. у него неустойчивые, эксплуатирующие, скажем, просто миналистские, то это как раз уже вопрос территории искусства, потому что это его часть, часть его позиционирования как персонажа, как деятеля и как, в общем, творца. Поэтому для меня это очень важный вопрос. Он не может, нельзя территорию искусства Бреннера рассматривать из него этот вопрос, мне кажется. Мне, честно сказать, тоже показалось, что в Бреннере политического гораздо меньше, чем порой кажется. Ну, и потом художник уже имеет право всех обманывать, все эксплуатировать, все, что можно. Да, это одно из таких неожиданных открытий, которые могут возникнуть, если пытаться анализировать ситуацию. Я еще там вспоминаю отрывки, вот в том числе, как они ездили вдвоем в Мексику на поиски субкоманданта Маркоса, есть там такой эпизод, и как вам сказать, там очень вкусно описано, как они в итоге значит, какое-то количество месяцев просто гуляли по музеям, купались и хорошо проводили время. И вместо того, чтобы искать в джунглях революционеров и приобщаться к их опыту. И мне кажется, что в этом фрагменте скорее есть некоторое самодовольство в хорошем смысле. Но я хорошо провел время, я художник, я как бы вот да, я обещал вам одно, получилось в итоге совершенно другое. Я об этом не жалею. В слову про обманывание Анатолий Осмоловский же говорил, что хорошее искусство оставляет у тебя ощущение, что тебя наебали. Да, вот это, по-моему, очень точные слова. Вы знаете, если искусство не оставляет такое ощущение, по-моему, время потрачено зря. То есть, какая-то тайна должна оставаться, какая-то наебка во всем, что ты увидел или услышал. Вот, поэтому мне тоже показалось, что он не в той степени политический художник, как порой может показаться, хотя его акции там более ранние, известные, они очень политические, казалось бы. Вот. Да, и, кстати, этот фрагмент, он тоже в начале размещенный. Я вот думаю, что, ну, опять же, если контекстуализировать эту публикацию, конец 90-х, да, вот, когда появляется это запатистское движение, это просто, вот, ну, бомба такая, да, сравнимая я даже не знаю, с чем, может быть, сокупая Уолл-стрит, и то, наверное, в меньшей степени, да, вот, когда возникает этот образ на коне, субкоманданты в маске, с трубкой, поэт, с ноутбуком, то есть, что-то вот абсолютно романтическое, идущее в разрез со всеми актуальными тенденциями, и вот, может быть, об этом тоже, кстати, я хотел поговорить, потому что, вот, как раз-таки, все эти деконструктивистские, практики, они не предполагают никаких красивых людей в масках на коне с трубками, и не предполагают никаких героических персонажей вроде Бреннера, да, то есть, это скорее вот что-то вот такое более бюрократическое, но в лучшем случае, вот, Дмитрий Александрович Пригов в качестве персонажа, такой машины, машины деконструкции, а здесь возникает что-то совсем иное, и с одной стороны, тот факт, что они в итоге не встречаются и ничего не происходит, ну, то есть, в некотором смысле деконструируется этот миф, он, этот факт, он важен и любопытен, он как раз составляет эту сложность, но с другой стороны, как будто вот они ищут, как Лакан сказал, студентам в 68-м году, которые ворвались, сказали, типа давайте вместе делать революцию, он сказал, что вы ищете себе нового господина, вот, чем вызвал бурю негатива, вот, и как бы такой происходит тоже вот поиск вроде бы нового господина, но в виде, условно, какого-то основания, да, красивого, революционного, но в начале книги говорят, что основания нет, мы его не найдем, да, они, они, главное, его и не ищут, это вот видно из этого фрагмента, по-моему, очень хорошо, потому что в Мексику-то они приезжают и они как бы заявляют, что они будут искать Маркос, но не ищут его, а идут по музеям, смотрят на Фриду Кало, значит, купаются в море, и у них все хорошо, но, в общем, это путешествие двух молодых людей, видимо, влюбленных друг в друга, влеченных искусством, у них все хорошо, то есть никто и не занимается поиском этого ненужного Маркоса по каким-то грязным джунглям, в общем, не очень интересно, как выясняется. Согласен, да, согласен, да, ну, такое, да, ну вот, немножко потерял мысль разговор, но спрыгать, да, про политику Бреннера, вот, про политическое хотел добавить, в свое время рефлексируя деятельность войны, писал текст про постисторический формализм, вот, на основе телег Бориса Ефимовича Гройса и Кожева, вот, у Кожева была книжка, собственно, про конец истории, Додовку Яму и сформулировал, вот, в гегелианском ключе, вот, и, собственно, ну, и там начинаются проблемы, потому что, насколько я понимаю, да, у Кожева по следующим текстам, этот конец истории, он как-то рифмовался со Сталиным, и вот, уже десятилетия, по-моему, длится эпопея с расшифровкой его рукописи неопубликованной, которая была в одном из московских архивов, который, вроде бы, собирался Верса публиковать в переводе, и Гройс помогал, там, Алексей Пинзин, ну, или изначально Пинзин даже и нашел, вроде бы, в общем, какая-то долгая история, вот, как раз с внутренней рефлексией этого советского проекта, который в итоге потом Кожев частично, видимо, реализовал, как чиновник Евросоюза, то есть, долгая предыстория, но, как бы то ни было, вот была идея этого конца истории задолго до Пукуяма, и, в частности, в качестве двух вариантов конца истории Кожев описывал, игрой вслед за ним, Соединенные Штаты Америки и Японию, и вот, ну, довольно грубо, да, и вот Америку он описывал, как страну, которая без, собственно, борьбы за признание, которая является базовой, в том числе, например, для княнского психоанализа, и для интерпретации Гегеля по Кожеву, без этой борьбы за признание, собственно, человек превращается в что-то дочеловеческое или постчеловеческое, и, соответственно, он описывал Соединенные Штаты Америки как вот такой вот потребительский рай, где уже нету субъектности, где есть вот просто перетекание товаров, я не знаю, гамбургеров из печки в желудке и так далее, а Япония, которая тоже находилась в постисторическом мире с его точки зрения, она отвергла вот это вот расслабляющее решение и стояла за формализмом, то есть мы понимаем, что история закончилась, но мы будем делать вид, что она продолжается. Это вот такой, ну, какой-то самурайский, обсессивный подвиг, когда вы продолжаете делать вот все то же самое, продолжаете исполнять определенные ритуалы, но четко понимаете, что в этом нет надобности, и вы находитесь в очень уязвимом положении. Вот, и размышляя о акционизме, вот следуя за проблемой, которую описала Юлия, я тоже говорил о том, что окей, у нас есть акционисты, вот, но я, соответственно, был партийным человеком, я в прямом смысле этого слова, и как член российско-социалистического движения предъявлял им критику, собственно, если вы говорите, что мы боремся за какую-то политическую трансформацию, то, собственно, на чьей вы стороне, какую политическую трансформацию вы хотите привнести? И понятно, что у нового московского акционизма ну, четкой позиции по этому поводу не было, то есть это был скорее такой стихийный анархизм, либо набор определенных либеральных клюше, и, соответственно, вот с высока своей радикально-коммунистической, ливацкой, демократической позиции можно было бросить им перчатку и сказать, нет, коллеги, вы говорите, что политика это самое главное центр, ядро вашего высказывания художественного, но вы как раз про политику ничего сказать не можете, вы не можете сказать про что вы хотите, да, и в каком контексте вы действуете, вот, и это в принципе подтверждалось другими факторами, например, война, она с одной стороны была анархистской группой, с другой стороны они там, я не помню в каком виде они поддержали какой-то радикально-националистический украинский коллектив на тот момент, потом их траектория тоже вот приблизилась к НБП, и в этом же тексте я тоже сравнивал их как раз с Лимоновской позицией, НБПшной позиции, которая вот в каком-то смысле эстетски воспринималась убедительна, и это проблема Лимонова в целом как фигура, как писателя, да, то, что это убедительно, как, например, литература, как некий дендизм, но когда ты понимаешь это буквально, ты понимаешь, что это, ну, как бы близко к фашизму, и на что мне Будрасик в свое время говорил, ты знаешь, вообще типа фашизм тоже эстетически мог считаться привлекательным, и поэтому здесь надо быть предельно критичным, вот, и позиция НБП была как раз, ну, по крайней мере, до какого-то момента такой вот, как я интерпретировал таким постисторическим формализмом, когда вы уже за любой кипиш, да, вот, ну, фактически позиции Бреннеровской, да, вы за любой акт сопротивления, за революцию как образ жизни, но не за конкретную революцию, ну, понятно, что с НБП все несколько сложнее, и там их ориентиры, ну, довольно, довольно мрачные были, да, но, скорее, вот, в широком, так сказать, медийном поле, да, и НБП как субкультура, это была субкультура, скорее, вот, да, панковского сопротивления, и, может быть, слава богу, потому, что, если бы все люди, которые ассоциировали себя с НБП, воспринимали это буквально все, да, ну, словно, в России была бы партия фашистов, вот, к чему я это веду, к тому, что вот этот вот революция как образ жизни, революция как вот такое постоянное сопротивление, действительно, кажется, чем-то, что может быть атаковано, эта позиция, да, может быть, атакована с точки зрения каких-то более понятных раскладов, но вот еще один момент, который я хотел озвучить, и поинтересоваться мнением, то есть, мне кажется, при том, что я по-прежнему считаю, возвращаясь к Бренеру, Бренеру великим художником и писателем, поэтом, сейчас, вот, глядя на ситуацию в России, глядя на ситуацию в мире, на ситуацию в Италии, да, я нахожусь в стране с постфашистской партии у власти, у меня министр культуры с опытом молодежного участия в ультраправых организациях, вот, как-то вот изнутри этих позиций всех оснований для, ну, так сказать, четкой какой-то партийной линии, понятной, не очень много, да, никакой веры, естественно, ни в какие там российские, советские, международные контексты давно нет, но и, в принципе, веры вот в политические решения сложившихся проблем тоже не очень много, потому что ответ слева нередко либо неубедительный, либо он тоже довольно сильно, серьезно трансформировался, в общем, есть некоторый ступор на разных уровнях, и вот в такой ситуации, как мне кажется, последовательно негилистическая позиция, которая предъявляется нам брендером, она может быть любопытна, как такая позиция сознательного аутсайдерства, сознательного сопротивления всему и вся, ну, и дальше можно уже с ней как-то работать, то есть, это может быть более милитантная позиция, опять же, как у Александра, может быть какая-то более абсурдистская, не знаю, патофизическая позиция или позиция условно пригола, как такого постоянного деконструктора, что вы думаете про такую интерпретацию? Ну, допустим, он постоянно деконструирует постоянно негистические жесты, но на апопатике невозможно выезжать постоянно, в какой-то момент придется встать лицом перед необходимостью заявить что-то прямо в ключе положительного, и тогда будет огромный вопрос именно позиционный, который брендера с античной яхт, говоря. А почему ты считаешь, что когда-то возникнет? А зачем тогда это все? Окей, мы все отрицаем, у нас война со всеми со всеми. Это может быть автономная позиция. Ну, вот, не знаю, Агнесса Мартин удалилась в пустыню и 40 лет рисует решетки. Ну, как бы, что дальше вот решетки сделала, да. изобрела один из самых, ну, поддержала, да, своим жизнью и творчеством один из самых важных, да, структурных элементов для живописи и для позднего модернизма. Вот так. Тоже, мне кажется, неплохо. А могла бы, не знаю, позицию снять. Нет? Ну, я усиливаю, да. Ну, вот сейчас мы говорим про решетки, это какая-то, ну, это очень позиция внутри искусства, это прям реально позиция внутри искусства, это можно, и вот этой женщине, я понимаю, нет ставки на политику, она сделала только своя абсурсивная история. У Бренера есть. А вот что есть искусство Бренера, если мы убираем оттуда политический элемент? Мысленный эксперимент. Бренер никак вот убираем из искусства Бренера это политический элемент, что-то искусство Бренера остается. Хороший слог в некоторых работах. Ну, как бы, окей, да, но получается, что главное структурообразующее ядро всей его деятельности это политический. А бесконечный медилизм, политика как формализм, это фитология по отношению к Бренеру получается. Нет, ну, есть политика, опять же, долезианского толка, и он скорее ей наследует, да, вот Фуко, Делиос, вот эта традиция, опять же. Я, кстати, посмотрел сейчас Шурц, она как раз условно обозначена как человек, формировавшийся в постструктуралистской традиции, то есть, возможно, все эти ссылки на Фуко, да, на то, что не психология, а разные типы дискурса формируют человека, это, собственно, ее влияние, ее мысли, вот, но они, понятно, что они базовые, да. А Барбар Шмидт это теоретик? Она училась, она училась, в том числе, на художника, на художницу, да, в Вене, да, но так обозначено, не знаю, за что купить, за то продают. Но, опять же, ну, тут даже без Барбары можно разобраться, если мы понимаем, вот, политику в контексте капитализма и шизофрении, да, в контексте, вот, дельюзианской модели, то ясно, что любые, вот, эти большие позиции, да, партийные позиции, они являются малярными, они для, для, для Делеза и Гватари могут быть маркированы как слишком фашистские, как слишком провластные, да, что сопротивление должно быть на микроуровне, да, революция должна быть на микроуровне, и если ты делаешь революцию на микроуровне, то это вот такой нескончаемый поток кваканий, вот, и разных других жестов, которые ты должен каждый день производить. То есть революция сводится к таким подростковым шалостям, в общем, как большая часть пунктов в работе Бренера. Ну, может быть, революция есть, есть подростковые шалости. Нет, я не говорю, что это не так, я не говорю, что это не так, да, но там есть пункт ходить без трусов, вот по поводу... Я, кстати, до конца не... Там есть показывать жопу, в принципе, это тоже есть, да. Ну, вот прям буквально, буквально. Да, ходить без трусов, я так понял, что это пункт про какое-то принятие своей телесности или что-то такое до конца... Да, там было про то, что типа есть вот это вот кабинетное знание, есть знание телесное, и вот люди, аборигены, которые тело только узнают, они знают о всяком теле без органов и прочем, не меньше, чем кабинетные теоретики, и вот ходить без трусов это куда? Очень интересная связка логическая. Кстати, подумал, вот пока мы говорили про трусы, как раз я не вспомнил, ну, в смысле про этот пункт, но между делом, да, у меня как-то фоном возникала, да, одна из главных акций, к которой он был причастен, но в итоге потом, когда оказался вытеснен, это, собственно, кулик, собака, когда они на вернисаже галереи Гельмана начали всех кусать. Собственно, Бреннер выводил кулика на поводке, но интересно, что кулик был голый, а Бреннер был в трусах. Я вот как бы между делом, у меня фоновое размышление, почему он был в трусах. Я думаю, ну, он же не мог просто так как бы выйти в трусах. То есть, видимо, какой-то был смысл в этом концептуальный. Думаю, видим, маркировать, что он как бы человек. Погоди, а ты хотел, чтобы он без трусов вышел? Ну, по идее, как бы, а зачем он разделся до трусов, тогда спрашивается, да? Он оставил себе власть быть немножко одетым. Ну, видимо, да, то есть, потому что это маркер того, что он человек. Ну, почему он тогда разделся? Вот, потому что есть, сейчас я вспомню, в общем, там, условно, есть прецеденты с тем, как художники-художницы выгуливают людей-собак. Валя Экспорт, по-моему, делала такой перформанс. И там в одежде, естественно. То есть, там признаки, вот, условно, человеческие. А собаки уже там абсолютно могут быть в одежде, могут быть без одежды. Здесь собака без одежды, а хозяин только в трусах. То есть, он какой-то минимализм, что ли, такой человеческий просто жест. А вы не помните, это было уже после, вот, акции «Боря, выходи» или «До»? Это «До» было. Это было «До», да? Я просто подумал, что, мало ли, может, это у него уже был такой бренд. Потому что Боря выходил, он был, естественно, в трусах боксерских. Да, 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 да. Такие, ну, между боксерскими и семейными. Ну, какие были, как бы. А вот я запамятовала, вот в том видео, почему меня не взяли на эту выставку. Он там колготки начнула на голову, а он был одет или нет, я забыла. По-моему, одет, да. Ну, вообще, мне нравится, как он надевался, такие 90-ые, он в пиджаках, все, как бы, такие серьезные ребята. Я помню, в гараже, короче, какое-то время назад показывали это видео, почему меня не взяли на эту выставку. То есть, это было уже после 22-го, вот в этом вот библиотеке, в архивах. Там можно было подойти к экрану, надеть наушники, и тебе в наушнике орал правер, почему меня не взяли на эту выставку. Чего-то, это было прям интересно. Я сказал надеть, я подумал надеть колготки на себя, вот, и на голову. Он надел на голову. Да, я понял. Наушники, да. Наушники. Ну, в общем, да, то есть, трусы где-то, с одной стороны, без трусов надо ходить, с другой стороны, вот эти вот советские боксерско-семейные трусы, да, почему-то присутствуют. Почему-то присутствуют. Да, ну вот, да, то есть, если политика воспринимается на этом микроуровне, то, да, ну, почему нет, ну, подростковая, какая угодно, не знаю, политика, не знаю, квантового скачка, политика простейших, не знаю. Не, не, в этом есть смысл, я просто как бы так рассуждаю о его тексте. Ну, просто вот, да, Юля отреагировала, ну, не знаю, может быть, еще кто-то, вот не кажется ли, что в текущих обстоятельствах, как раз, когда большие политические позиции, они явно соскальзывают в те или иные не очень убедительные формы, мягко скажем, да, что вот более последовательная нигилистическая позиция, да, она, понятно, что она оказывается проблематичной, и такую позицию, такую позицию занять трудно, потому что будем бесконечно критиковать, но с другой стороны, она позволяет уйти вот-вот навязываемых неубедительных альтернатив. Ну, отчасти это похоже на то, что Йоль развивает пропозицию условно двойного агента, но который в его случае дополняется последующим микшированием и каким-то нарративом. И да, вот случай с Бренером этого микширования не происходит, то есть не происходит, то есть это вот позиция как раз такого бесконечного скользания на деконструкцию. Я согласна, потому что обычно если у кого-то даже кто-то чётко сформулировал свою идею, там что-то ей следует как-то, вот у него политическая партия, и всё хорошо, всё равно со временем она декордирует, сюда приходят какие-то другие люди, и получается условно Советский Союз или что-то ещё. Вот, и в этих условиях такая вот позиция ускользания, она может быть более реалистичной. Мир его ловил, но не поймал, вот, как известно. Видимо, в этом она. Просто мне кажется, что если последовательно найти этим путём, то ты превращаешься неизбежно в такого вполне традиционного юродивого, если честно относиться вот к этой задаче, что на что не каждый готов, я думаю. Это скорее призвание, то есть это не то, что выбираешь, ну, такой вот путь юродства, это не то, что выбираешь, как мне кажется. Невозможно, что ли, сделать такой выбор. В принципе, невозможно. Любопытная либопытная мы всегда. Мне кажется, что можно запреть уродство, но это будет как бы немножко иное юродство, нежели данное в комиссии онкологическое уродство и уродство выборное. Это два типа или там две грани, одного и того же, одной и той же кристаллической структуры. То есть можно, но это будет немного другое. Это будет другая позиция, это будет другой взгляд, другая оптика. Антон? Да, я, чтобы никого не перебивать, руку поднял. Да, у меня, наверное, главный для меня вывод из всего прочитанного это призыв их к критическому мышлению как орудию такому сопротивлению. Они, собственно, заканчивают это тем, что нужно подвергать сомнению и все время тестить все, что тебе, собственно говоря, попадается, встречается. И для меня это не столько набор инструкций по сопротивлению, сколько способ выявления вот этих, ну, то есть способ работать с критическим мышлением, способ обнаруживать что-то, что все время тебя пытается обмануть или направить и манипулировать тобой. И да, через осознание этого происходит сопротивление. Когда я понимаю, когда я умею это распознавать, то я могу этого каким-то образом избегать. и здесь, ну, наверное, инструментарий может быть такой или другой. Наверное, вот в таком виде там действительно трудно представить, чтобы как-то массово люди этим воспользовались. Но для меня все равно остается вот тот вопрос, с которого я начал как бы говорить. Потому что тут тоже такое, ну, обоюдоострое такая ситуация, когда ты выявляя какие-то уязвимости в дискурсах власти, ты, собственно, способствуешь их устранению и, ну, соответственно, усилению. Может быть, даже не столько самой власти, а там через капитал, как бы, влияние на власть, потому что капитал, в принципе, может поменять любую власть, сделать ее такой, какой ему нужно. но вот капитал очень чутко слышит как бы всю критику и очень гибко на нее. Поэтому здесь выбор как бы средств всегда нужно как-то, не знаю, об этом думать и соизмерять, действительно ли ты этим сопротивлением что-то можешь поменять или как-то, не знаю, ускользнуть от этой действительности, или ты способствуешь тому, чтобы, так сказать, укрепить то, что есть. Не знаю, есть ли какие-то механизмы выявления этого, когда ты можешь это четко определить. Но мне кажется, всегда надо держать в голове, что может быть и так, и так. Да, спасибо. Ну, в принципе, мы можем, наверное, заканчивать постепенно уже. Я единственное, что хотел сказать, вот эта реплика была, Антон, в начале у вас и по-моему, Бреннер ее контекстуализировал через, ну, как раз вот такие постмодернистские критические практики, которые говорили о том, что современный капитализм очень хорошо справляется как раз с этими большими оппозиционными жестами. И он, собственно, живет посредством кризисов. И в этом смысле его дестабилизация изнутри искусства, ну, или как минимум изнутри каких-то больших политических актов, она его только усиливает, и он интегрирует все, что ему предъявляется. Собственно, искусство должно предъявлять критику, это вот внутренний какой-то механизм. И, соответственно, если претендовать на радикальную смену парадигмы, то требуется что-то принципиально иное, что не совсем понятно. как минимум можно говорить, если это индивидуальный жест, то тогда это жест молекулярного сопротивления, который отличается от этого большого сопротивления, не может быть интегрирован ни в какой форме. Но не знаю, это, конечно, большой вопрос в целом, каким образом тут что можно атаковать. Но, опять же, может быть, какая-то антимодернистская позиция могла бы атаковать вот мы чуть обсуждали Лившица, Гутова. Может быть, действительно надо позвать Дмитрия и с ним еще раз как-то это проговорить, но вот кажется, что как раз тоже критикуя Бренера еще с одной стороны, что его позиция все равно действительно вписана в традицию и внутри эстетического канона и внутри политического канона, традицию такого XX века, традицию авангарда, модернизма. вот, возможно, художник-художница из экспозиции Адриана Педроса в Венецианской пьеннале перед всем том, что там нет такого пафоса, сопротивления и всего остального, но просто в силу разрыва парадигмального она будет звучать как нечто более оглушительное. Хотя, опять же, я вот говорю и сам понимаю, что, скорее всего, не будет она звучать, скорее всего, просто ее быстро проглотит рынок и вся эта инаковость просто будет висеть у кого-то на стене. Вот, не знаю. Можно здесь поставить многоточие и перебросить мостик к следующему обсуждению, потому что у нас логично из дискуссии касательно кризисов, которые капитализм может интегрировать, возникает тема кризиса как формы, и мы можем в следующий раз поговорить про книжку Осборна с таким названием, и, может быть, посмотреть, какие могут быть варианты с его точки зрения. Вот. Ну что, тогда, наверное, заканчиваем на сегодня, если есть какие-то завершающие реплики. Ну, вот я коротко скажу, мне очень понравилась вот эта концепция, что можно просто обсмеять, ну, вот это вот, джоку показать, или там, квакать, или вот это, вот такой формы сопротивления, она бывает действенной в каких-то ситуациях. Согласен, согласен. Ну что, тогда на этом, наверное, закончим. Всем большое спасибо за комментарии, участие. Вот. Ну, через месяц продолжим с Осборной. А вы выложите это? Спасибо. А я скидывал еще раз. Да-да, уже есть. И более того, в ХЖ мы одну главу, по-моему, перевели про синхронию, если я не ошибаюсь, в... А, да, про Луизу Кормитцена. про латиноамериканский концептуализм. Вот. В номере про непрямое высказывание и про концептуальные практики. Так что, часть книги вот можно по-русски посмотреть, а остальную можно по-английскому. Все. Всех было рад видеть. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...